МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зимний патруль. Специалисты МЧС и ОСВОД провели профилактическую акцию для гомерских школьников. Плюс 17. Именно на столько процентов выросла статистика правонарушений в сфере высоких технологий по сравнению с прошлым годом. Об этом и не только в студии программы «Де-факто». Поговорим с экспертом. Для начала о приятном. Наталья Сарнавская, председатель экономического суда Гомерской области, стала лауреатом высшей юридической награды. В Минске прошла ежегодная церемония награждения. Далее подробнее. Судьей Наталья Сарнавская хотела стать всегда. Так все и получилось. На сегодняшний день ее профессиональный стаж уже более 30 лет. Высшая награда – яркое подтверждение ее профессионализму. Это же высшая общественная юридическая награда, которая у нас в нашей стране. Получить ее и очень приятно, и очень престижно. Высоко оценена моя работа. Поэтому, конечно, это очень приятно, но в то же время и очень ответственно. Всю свою трудовую деятельность я провела, можно сказать так, в судебной системе. Я об этом нисколько не жалею. Никогда не жалела. Считаю, что мне повезло. Также в число лучших в профессии входит и начальник главного управления юстиции Гомерского облсполкома Артем Камалиев. Ему объявлена благодарность от премьер-министра Республики Беларусь. Начало зимы – сезон для несчастных случаев на тонком льду. И именно в это время сотрудники МЧС и Освод каждый год проводят профилактические акции. Обычно их внимание направлено на рыбаков, но малолетние дети – тоже уязвимая категория. Почему вода опасна в любое время года – ответ на этот вопрос теперь знают ученики одной из гомерских школ. Из воды можно выйти сухим, если только ты в гидрокостюме, как этот водолаз Освод. Сразу предупреждаем искателей приключений. Трюк не повторяйте. Спасатели МЧС и Освод специально для гомельских школьников разыграли реконструкцию несчастного случая и показали, что делать, если ты провалился под лед. Основные наши оборудования, которые используются для спасения – это гидрокостюмы сухого типа индивидуально для спасателей, чтобы они могли работать в холодной воде. Это спасательная доска, конец Александрова, спасательный круг, а также иногда применяются подручные средства. Но, как говорится, знал бы, где упадешь, подстелил бы солому. А что делать, если под рукой не оказалось специальных спасательных средств? Здесь, например, как и на этих кадрах, попавших в интернет, реальная ситуация, когда мальчик провалился под лед. Применяются подручные средства при наличии кусок веревки, сломан небольшое дерево, палка длинная. Ну и здесь надо понимать, что в первую очередь главное этому гражданину самому не оказаться на месте спасаемого. То есть близко приближаться к обломанному льду запрещено, потому что раз он уже обломался, будет обламываться и дальше. Поэтому лучше это подползать на расстояние до 5 метров и уже дистанционно пытаться кинуть пострадавшему эти приспособления. Ну и в обязательном порядке вызывать службу спасения. По статистике, жертвами тонкого льда чаще всего становятся рыбаки-экстремалы, непослушные дети и пьяные взрослые. В этом году в Гомельской области уже утонуло 5 человек. 7 человек удалось спасти, в том числе одного ребенка. Толщина льда для взрослых должна быть более 7 сантиметров, что детям вообще нельзя на лед выходить, даже со взрослыми. Надо быть очень аккуратным, стараться не попадать в такие ситуации. А если вдруг что-то случилось, то надо позвонить службу 101 и 103. Это очень страшно в такие попадания ситуации, особенно когда никого рядом нету, поэтому надо соблюдать эти правила. Как мы видим, очень много выпало снега. В начале зимы много снега, а больших морозов еще не было, поэтому лед еще не набрал нужную толщину. И бывает, местами часто выезжаешь, местами затишься. Все зависит из-за людей. В ней, можно сказать, не столько выезжаем, сколько больше отрабатываем, потому что профилактика все-таки работает с населением. Время на спасение утопающего зимой меньше, чем летом – от 3 до 7 минут. Как известно, человек не может долго находиться в ледяной воде. Поэтому лучшее, что можно сделать в этой ситуации – не попадать в нее. В этом году с полок магазинов потребительской кооперации изъято более 65 килограммов просроченной продукции. Это сделано по итогам мониторинга Комитета государственного контроля Гомерской области. В список непригодных к употреблению продуктов вошли кулинарные кондитерские изделия, а также овощные консервы. Подробности далее в сюжете. Валентина Бабарыкина пришла в магазин одновременно с представителем госконтроля как раз во время рейдовой проверки розничных магазинов. Особое внимание специалистов – в соответствии сроков годности с указанными на упаковке товаров. Сама покупательница, по ее словам, внимательно за этим следит. И потенциально опасных товаров в последнее время в данной торговой точке не встречала. Нет, просроченные не попадаются мне. Бывает длиннее срок годности или там, ну, все равно он еще рабочий. Между тем, мониторинг, проведенный специалистами Комитета государственного контроля, показывает, что случаи реализации непригодной продукции имеют место. Так, в магазине потребкооперации Житковичского района по итогам проверки запрещена продажа 11 килограммов продукции, а в Гомельском – 13. Основное нарушение – это просроченные товары, которые выявлены в 18 торговых объектах. По результатам мониторинга, Комитетом эти товары запрещены к реализации, юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Помимо этого, выявлены нарушения требований тех регламентов Таможенного союза, что подразумевает, что для покупателей не предоставляется необходимая информация о товарах. Также нарушали санитарные нормы правила. Типичное из них – это нарушение температурных условий хранения и нахождение в продаже фруктов и овощей с признаками недоброкачественности, а также другие нарушения. В областном союзе потребительских обществ говорят, что в сложившейся ситуации виноваты сами продавцы. Нагрузка в сельских магазинах значительная, а потому не все сотрудники выполняют свои обязанности вовремя. Для исправления недостатков уже разработан комплекс специальных мер. У нас есть постановление правления Белкупсоюза номер 5, в котором четко прописаны, как необходимо смотреть за сроками годностей и не допускать просрочки в наших торговых предприятиях. Мы каждого продавца, наше материально ответственное лицо, ознакомились с данным постановлением, провели несколько обучающих семинаров в 2023 году. В ноябре месяце мы проводили селекторное совещание с представителями МАРТ по данным вопросам. Мониторинг торговых предприятий потребительской кооперации осуществляется в рамках поручения президента Республики Беларусь о повышении эффективности деятельности организаций отрасли. В Гомерской области стартовала декада кибербезопасности. Эта акция связана с ростом преступлений в сфере высоких технологий. Насколько такие профилактические мероприятия влияют на статистику правонарушений? Об этом и не только. В студии программы «Де-факто» поговорим с заместителем начальника управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Гомерского облсполкома Вадимом Борсуком. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. До 13 декабря в нашей области проходит декада кибербезопасности. Это традиционное мероприятие. Скажите, проведение его в данное время с чем связано? В данное время проведение декады кибербезопасности связано с регистрацией значительного количества киберпреступлений. В текущем году по состоянию за 11 месяцев мы имеем порядка 2050 преступлений. К слову, за прошлый период прошлого года такой же мы имели 1740. То есть рост порядка 17%. В связи с этим была проанализирована оперативная обстановка и руководство управления внутренних дел. Была подготовлена соответствующая документация для проведения данной декады кибербезопасности. В рамках декады мы традиционно освещаем наиболее популярные методы совершения киберпреступлений. Даем рекомендации гражданам, как уберечь себя от злоумышленников. Опять же, сотрудники всех территориальных РОВД и в том числе сотрудники нашего управления в усиленном режиме проводят профилактическую работу. Запланировано посещение ряд учреждений, в том числе предприятия, учреждения образования, медицинские учреждения и так далее. Для широкого освещения данной тематики, для охвата широкого круга лиц и доведения информации практически до каждого гражданина и жителя нашей области. На ваш взгляд, с чем связан рост преступлений в этой сфере? Рост преступлений в этой сфере связан, конечно же, с развития сети интернет, социальных сетей, с развития интернет-торговли, как правило. Здесь можно сказать, что злоумышленники идут в ногу со временем. И со временем, я думаю, что вся преступность, в конце концов, перейдет в сеть интернет. Потому что сеть интернет привлекательна для злоумышленника тем, что у них существует мнимое восприятие того, что они не будут пойманы. Но, к сожалению, или к счастью, наверное, для нас, к сожалению, для злоумышленников, до каждого мы дойдем со временем. До кого-то раньше, до кого-то позже. Потому что в сети интернет данные хранятся вечно. И зная, как их оттуда достать и получить, и обработать, можно установить любого злоумышленника. Фишинг и вишинг – это традиционные схемы правонарушений в сфере высоких технологий. Многие уже знакомы с этими терминами. Давайте расскажем тех, кто по счастливой случайности с этим еще не сталкивался. Да, давайте напомним все-таки, что значат эти термины. Ну, если рассказывать таким общедоступным и понятным языком, вишинг – это телефонные звонки. Это все преступления, которые связаны с тем, что злоумышленникам путем голосовой связи, либо путем переписки убеждает нашего потерпевшего перевести деньги, либо предоставить доступ к счету, на котором они находятся, либо взять какой-то кредит и так далее. То есть, в конце концов, наш потерпевший лишается денег. Но убеждение происходит посредством телефонной беседы. Что касается фишинга, фишинг – это наиболее такой, более продвинутый метод, который исключает, как правило, такое личностное общение. Здесь идет чисто техническая уловка. То есть, пользователя перенаправляют на поддельный ресурс. Там он вводит необходимые злоумышленникам реквизиты, свои платежные карты, либо реквизиты, позволяющие получить доступ к какому-либо счету. И автоматически злоумышленник получает доступ к этому счету и совершает хищение с него. В этой связи, для того, чтобы эффективно противодействовать данным проявлениям, могу дать следующие рекомендации. Во-первых, если происходит такой телефонный звонок, он, как правило, поступает в мессенджере. Представляется каким-то сотрудником правоохранительных органов, сотрудником банковского учреждения. Не факт, что только этим ограничивается злоумышленник. Они идут в ногу со временем и могут представляться кем угодно. Поэтому, если вам представляется каким-то сотрудником какого-то учреждения, либо организации, первое, если все-таки вы уже взяли трубку и начали общаться, это запишите данные этого сотрудника и где он проходит службу, либо где он работает. Соответственно, в каждой организации есть номера, по которым можно уточнить, есть ли такой сотрудник, нет такого сотрудника, как с ним связаться. Что касаемо милиции, если представляются сотрудниками милиции, то вы, записывая должность, звание и место прохождения службы, завершаете разговор, уточняете по телефону в горячей линии 102, есть ли такой сотрудник, как с ним связаться, и в дальнейшем уже действуете именно путем того, что сами с ним связываетесь. Если все-таки вы увидели, что звонят вам с какого-то иностранного номера, как правило, в мессенджере, то рекомендую просто не поднимать трубку, если у вас нет родственников где-то за рубежом, и поставить этот номер в черный список. Ни в коем случае никто не вправе у вас в телефонной беседе, будь то по мессенджеру, либо по какому-то другому виду связи, в том числе и по обычному телефону, выяснять персональные данные, то есть номер вашего паспорта, ваш личный номер и так далее, платежные реквизиты вашей банковской карты. Если речь заходит об этих данных, то смело завершайте разговор, спрашивайте, где вы можете эти моменты обсудить при личной встрече, если там, соответственно, человек отказывается, то больше к этому разговору не возвращайтесь. Если у вас возникло подозрение, что действительно что-то происходит с вами, соответственно, обратитесь в первую очередь в банк, уточните, произошло ли какое-то хищение, либо какие-то операции по вашему счету. Если произошло, с выпиской, пожалуйста, в милицию по месту жительства. Практически в каждом крупном центре районном, городском райотделе у нас имеется свой сотрудник нашего подразделения, не квалифицированное, а в некоторых райотделах их даже по несколько, которые вам окажут квалифицированную помощь, помогут вам решить вашу проблему. Что касается фишинга, то по-прежнему рекомендую в который раз ни в коем случае не переходить ни по каким ссылкам, кто бы вам их не прислал. Могут их прислать под видом какого-либо интернет-магазина, под видом какой-то организации, того же банка. Но, как правило, эти ссылки высылают в мессенджере. Если вы точно не знаете, что эта ссылка пришла именно от банка, либо от того учреждения, с которым у вас есть какие-то контакты, соответственно, не переходите. А лучше не переходить вообще, в целом, ни по каким ссылкам. Тогда вы себя убережете от такого явления, как фишинг. Какие новые схемы преступлений придумывают мошенники в этой сфере? Схемы, как правило, остаются те же. Но в данный момент мы регистрируем некоторые случаи, когда уже злоумышленники идут, скажем так, дальше. То есть теряют всякие моральные принципы. И после того, как лишают человека своих личных сбережений, после того, как заставляют их взять кредиты, выясняют, какое есть недвижимое имущество. То есть мы такие уже факты регистрировали на территории нашей области, когда после того, как у потерпевшего выманивают все его сбережения, заставляют взять кредит, который он опять же переводит злоумышленников, выясняют в ходе беседы о наличии у него недвижимого имущества. И в последующем такого человека, значит, направляют в риелторскую контору по месту жительства и заставляют заключать договор о реализации своего жилья. В обоих случаях мы, граждан, от этого необдуманного действия уберегли. То есть вовремя среагировали, узнали эту информацию. В первом случае, в том числе, нам помогли сотрудники одной из риелторских фирм, где они заподозрили действительно, что что-то происходит неладное с пожилым человеком. И когда пообщались, точно убедились, что с ними работают мошенники, и договорили ее от продажи, после чего она обратилась непосредственно к правоохранительному органу. Во втором случае, когда сотрудник одного из наших подразделений территориальных занимался материалом проверки по своей территории, значит, внедрился в определенный, значит, чат злоумышленников там, используя свои навыки, и выяснил о том, что злоумышленники намереваются, значит, реализовать квартиру одной из жительниц другого региона. Соответственно, моментально наш сотрудник среагировал на эту ситуацию, связался с этой женщиной. Долгое время, и даже не он один, а с использованием своего напарника, убеждали действительно в том, что звонят ей непосредственно сотрудники милиции. Она долгое время не верила, но потом, когда все-таки поверила, убедилась, действительно благодарила наших сотрудников. До этого у женщины выудили, там, все ее сбережения загнали, опять же, в банк за кредитом, деньги она перевела. Но, тем не менее, не осталась без своего жилья, которое у нее было единственным. И в данном случае это серьезно, как бы, я думаю, что повлияет на ее судьбу. Ну, нашим сотрудникам, конечно же, спасибо за такой подход. Но они же не просто заставляют продать свое жилье, они же каким-то образом уговаривают и говорят о том, что они делают благо, они спасают человека. От чего они спасают человека? Ну, есть ряд у них способов и уловок, которыми они постоянно пользуются. Они знают, как убедить гражданина совершить какие-то действия. То есть, как правило, заманивают участием в спецоперации. То есть, говорят, что только таким способом можно сберечь свое сбережение, только таким способом можно свое жилье сохранить, то есть, продав и дав деньги на хранение якобы сотрудникам правоохранительных органов, коими они представляются. Но сколько мы об этой проблеме не разговариваем, тем не менее, она актуальна по настоящее время. Поэтому еще раз убедительно прошу, опять же, никаких не совершать денежных манипуляций вот именно путем переговоров по мессенджерам и так далее. Если действительно вы будете нужны правоохранительным органам, для того, чтобы поучаствовать в спецоперации, необходимо оформить очень большую, скажем так, кучу документов. И действительно, если вас необходимо будет привлечь, это не делается в телефонном режиме. С вами вас сотрудник вызовет, ознакомит вас с законодательством, предоставит определенные документы только в такой механизм, значит, привлечения гражданского человека к взаимодействию с органами внутренних дел. Какие слои населения чаще всего попадаются на эту удочку киберпреступников? Ну, как правило, интересным мошенникам платежеспособные слои населения. То есть это, как правило, граждане 30+, ну, либо у нас пенсионеры также еще одна из категорий, которая очень для преступников заманчива. Потому как у пенсионеров есть определенные сбережения, как правило, пенсионеры уже накапливают за свою деятельность, кем бы они ни работали, определенные сбережения. Опять же, у них есть недвижимость и так далее. Поэтому все, у кого деньги, представляют интерес для злоумышленников. Дети достаточно часто попадают под влияние преступников. В преддверии каникулы, две недели нам буквально осталось, когда у них будет больше свободного времени. Скажите, как обезопасить детей? Что можно сказать родителям? Потому что, понятно, с педагогами вы часто проводите какие-то беседы, родители все же больше времени проводят с детьми. Как сделать так, чтобы они не стали ни жертвами, ни стали вовлеченными в этот сомнительный бизнес? Как правило, подростки интересны злоумышленникам для вовлечения в преступную деятельность. Мы уже фиксируем неоднократно, регистрируем преступления, где фигурантами становятся как несовершеннолетние, так и подростки, слегка переступившиеся в совершеннолетний рубеж. Чем они интересны для злоумышленников? Как правило, подростки – это тот слой населения, который еще не сформировался, у них, как правило, нет стабильного заработка, и они ищут какую-то подработку в сети интернет. Значит, зная это, злоумышленники очень активно рекламируют противоправную деятельность, вуалируя ее подзаконную, то есть предлагают заработок якобы легальный, при переписке убеждают, что да, он где-то может и не совсем законный, но тем не менее безопасный, предлагают проходить какое-то определенное обучение, ну и анализируют преступления, то есть, как правило, вовлекают наших подростков в преступные схемы и предлагают им роль воркера, то есть человека, который непосредственно контактирует с преступником, то есть путем переписки, либо путем тех же телефонных переговоров убеждает потерпевшего совершить какое-то действие, то есть либо перейти по ссылке, либо передать платежные реквизиты. В данном случае этот подросток будет нести ответственность по статье «Хищение путем модификации компьютерной технологии», и, как правило, данное преступление относится к категории тяжких, потому как действует этот подросток в составе организованной преступной группы, и в данном случае ему грозит лишение свободы до 12 лет. Поэтому, соответственно, необходимо родителям прежде всего смотреть, чем занимается в каникулярное время их подросток, какие форумы, какие чаты посещает, в каких телеграм-каналах и чатах он состоит, и обращать внимание в том числе на подростков, которые значительное время проводят в онлайн-играх. Близится Новый год. В сети интернет появляется множество объявлений о продажах, об акциях, и даже о том, что можно выиграть что-либо, какой-то замечательный приз к Новому году. Скажите, как себя обезопасить, потому что очень много объявлений ложных? Да, мы такие фиксируем уже обращения в правоохранительные органы. Есть уже ряд, в том числе возбужденных уголовных дел, когда людям в преддверии Нового года вроде под благими намерениями предлагается поучаствовать в каком-то розыгрыше новогоднем и так далее, либо приобрести востребованный новогодний товар по заниженной какой-то стоимости. В случае розыгрыша, как правило, значит, здесь идет навязывание этой игры, то есть человеку приходит какое-то сообщение вроде бы как от какого-то раскрученного аккаунта, учетной записи торгового, серьезного, где предлагается поучаствовать в розыгрыше. И как правило, человек соглашаясь, становится сразу же, получает выигрышный билет, так сказать, и выигрывает в этой лотерее, что, в принципе, само по себе уже должно настораживать. В дальнейшем предлагается нашему потенциальному потерпевшему для получения своего приза какие-то внести дополнительные платежи. Здесь уже второе условие, которое неприемлемо для какой-либо лотереи, либо розыгрыша. И когда, конечно же, предлагают нам по акции какие-то прелестные украшения на елку, либо саму елку, либо какие-то приятные для Нового года товары приобрести, опять же, надо не слепо бежать, носить какие-то предоплаты и все прочее, а убедиться, что действительно вы в конце концов получите этот товар. Владимир Владимирович, благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо. На сегодня все. Я Светлана Головко. Благодарю за внимание. Берегите себя и своих близких.